До того, как началось пророчество Мухаммада, в каком положении находился Аравийский полуостров, в каком положении находились люди? Было совсем небольшое количество людей, которые поклонялись Аллаху в соответствии с религией Ибрагима Мирьям. Арабский полуостров. На Аравийском полуострове было очень много вероисповеданий и религий. В Мекке был человек, которого звали Амр и Алюхей. Он привез идолов, привез их на Аравийский полуостров и в Мекку. И после этого люди начали поклоняться идолам в доме Аллаха, в Каабе. Были те, которые поклонялись идолам, и которые поклонялись камням, и которые поклонялись солнцу, и поклонялись месяцу. И племена не воевали друг с другом, находились в постоянных конфликтах. Не соблюдались права женщины. Не соблюдались права человека ни в отношении его крови, ни в отношении его жизни, ни в отношении чего-то другого. Сильные поедали слабых. Вот таково было положение людей до начала пророчества Мухаммада. Вдобавок к этому нужно упомянуть тот разврат, который царил. Употребление спиртного, прелюбодеяния и прочее. Также было распространено такое явление, как кражи детей, их воровали, потом продавали их на рынках в качестве рабов. Найм, вау, вау, вау.